Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Министерство обороны и другие профильные ведомства изучают обломки ракеты, упавшей в Бричанском районе, и покарано говорить о том, какой страной она была выпущена. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире ТВ-8, напомним, что именно Россия является страной-агрессором. Неважно, что это за ракета, есть страна-агрессор и страна, которая защищается. Минобороны и другие ведомства фотографируют, исследуют и смотрят, что это за обломки. Нужно время, но мы не должны забывать, что это ракетные атаки на территории Украины, подчеркнула она. При этом она отметила, что любое может случиться, когда идет массивная ракетная атака со стороны России, ракета может упасть. Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины. Нет политического, исторического или морального оправдания убийством мирных жителей и атакам на инфраструктуру, отметила премьер-молдовы. Добавим, что премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что негативные прогнозы ряда критиков офиспикеров в том, что зимой Молдова останется без света и тепла, не оправдались. Как отметила глава правительства, власти смогли найти не только энергоресурсы, но и средства для компенсации роста тарифов для населения на газ, теплоснабжение и электроэнергию. Многие говорили, что мы останемся без света и тепла, этого не случилось, мы смогли представить компенсации после роста тарифов и энергоресурсы на газ, электроэнергию и теплоснабжение. Мы уже видим, что проходим эту зиму с наименьшими потерями. Конечно, предметом дискуссии может оставаться, можно ли было сделать лучшее, но нужно помнить, что решения должны приниматься не задним числом, а в момент, когда подходит кризис, отметила премьер-министр. По ее словам, власти готовились заранее к возможному кризису поставок природного газа и первые решения по этому поводу принимались еще в августе. «Мы знали, что будет спровоцирован кризис или есть возможность провоцирования кризиса через недостаточные поставки газа. Мы к этому готовились, что и случилось. У нас сейчас достаточно резервов для того, чтобы пройти эту зиму, и мы уже готовимся к будущему сезону. Работаем над среднесрочными и долгосрочными реформами в этом направлении. Конечно, мы можем обсуждать какие-то нюансы, что мы изучили и что сможем сделать лучше в следующий период, но самое главное – это то, что у людей есть свет, есть тепло, есть компенсации. И мы можем пройти через этот период вместе», сказала Гаврилица. Однако Россия угрожает Молдове не только падением своих ракет. В декабре президент страны Майя Санду заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию у Молдавии. По ее словам, коррумпированные группы внутри страны вместе с поддерживаемыми Кремлем пророссийскими политсилами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Также появляется информация, что, вероятно, Россия может пытаться втолкнуться в Молдову, чтобы создать сухопутный коридор с непризнанным Приднестровьем. Там расположен самый большой склад боеприпасов в Европе, которые охраняют россияне. Вопрос не в том, осуществит ли РФ новое наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет, или в начале года, в январе-феврале, или позже, в марте-апреле, сказал глава спецслужбы. Однако премьер-министр Молдовы успокаивает по этой ситуации. Мы, как правительство, всегда учитываем все риски и готовимся к любым сценариям. Так мы поступили в области энергетики, чтобы обеспечить людей электричеством и отоплением. Так мы поступили в сфере внутренних дел, когда подготовили планы и на случай новой волны беженцев, и для преодоления логистического кризиса. Так мы поступаем и в сфере безопасности, готовимся, чтобы быть рядом с людьми и обеспечить проевропейский курс Молдовы, потому что это означает инвестиции и процветание, отметила премьер. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.